Привет! Обозреваю сегодня дрожжевые булочки с клюквой и изюмом. Выглядят они аппетитно, красиво, пахнут ароматно, а получаются мягкими и очень-очень вкусными. Продукты нам понадобятся комнатной температуры. Достаньте их хотя бы за час до приготовления из холодильника. Дрожжи измельчаем и добавляем к жидкому ингредиенту. Это либо пахта, либо кефир. Перемешиваем до растворения дрожжей. Подходящую чашу просеиваем нужное количество муки. Делаем в середине углубление. Вливаем туда кефир с дрожжами, мягкое масло, яйцо, соль и сахар. Все перемешиваем и в итоге замешиваем тесто. Следом добавляем клюкву или изюм. Я сегодня взяла оба ингредиента. Если у вас ягода сухая, ее необходимо предварительно залить минут на 10 теплой водой. Потом обсушить бумажными салфетками и добавить в основную массу. После замешивания отправляем тесто обратно в чашу на расстойку. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на час или полтора. По истечении времени тесто увеличивается в два раза. Делим его на 10 частей. Для удобства смазываем руки растительным маслом и выдавливаем шарики. Формируем булочки. По максимуму прячем изюм в тесто, чтобы впоследствии он не подгорал. Выкладываем заготовки на застеленный пергаментом противень. На расстоянии, так как они довольно заметно увеличатся в объеме. Накрываем полотенцем и оставляем отдохнуть и подойти еще на 30 минут. Перед тем, как отправить в уже разогретую духовку, смазываем булочки желтком. По желанию можно присыпать сахаром. Выпекаем при температуре 200 градусов до красиво золотистого цвета. 15-20 минут. Оставляем булочки на решетке до полного остывания. И после зовем всех на чай. Попробуйте испечь и поделитесь своим мнением. Удачи всем в приготовлении и до новых рецептов. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok